Монтверпен, я думал, что это город, знаете, такой вермейровский, что там такие маленькие колландские крыши, кружева все, это огромные банки и то все. Я нашел мимо гостиницы Хилтон, вот, и там в Бенде стоят, швейцар Михах, вдруг из номера раздается голос, шумел Камеш, женский голос, петь не надо, пошел ты на, шумел Камеш. У меня сразу сложилась эта песня, но это, вы знаете, я бегал там искать ее записать, у меня не было ручки, я пришел в какое-то кафе, там какая-то негритянка мне дала чашка кофе, у меня денег не было, который мне нафиг было не надо. Потом я стал записывать на песке, в какой-то детской площадке, они, значит, обнаружили педофила, меня выгнали, в общем, понимаете, ну, то есть, наконец, мне какой-то швед дал ручку, не поняв, что я хочу, я сказал ему, что я хочу записать свое стихотворение, значит, по-английски, он в ужасе от меня убежал, ручка осталась. А жизнь порой подкулет, словно вертел, и нас давно ничем не удивишь. Но я однажды в городе Атвербен услышал из окна шумел Камыш, встречал туристов горделивый Рубенс, а камни билась шельская вода, а из окна неслось его не будет, его уже не будет никогда. А стены строгих европейских банков, а кружево фламандских дивных крыш, родной тоскою усыпала тольятка, и кто-то надрывался про Камыш, гулял колючий злой прибрежный ветер. Атгар Данвером чели поезда, а он рыдал, его никто не встретил, ну а его не будет никогда. Наверное, исправившись со стомой, какой-то олигарх пустился в крик, а может быть, не выдержав до дома, ушел в запой российский отпускник. Минута срыва и в часы хмельные, порой в своих поступках не вольны, а может, просто мы везде чужие, кроме своей единственной страны. А жизнь порой подкурит, словно вертел, и нас давно ничем не удивишь. Но я однажды в городе Антверпен услышал из окна шумел Камыш. Субтитры подогнал «Симон»